приветствую вас мои дорогие друзья на моем канале и сегодня поговорим о черенках гортензий как больше вернее я не буду черенковать а как буду черенковать и как мне больше понравилось покажу на сорте summer love кстати еще про объем почему важен объем то есть тоже сюда засуну это черенки одного возраста абсолютно одного возраста но этот рос в по 9 потом я его пересадила в литр и он так у меня остается то есть вот это вот на продажу вот это summer love в трех литрах но смотрите он рос пол литрах потом его пересадила в литр в литре как только он начал оплетать корневой системой горшок я пересадила в 3 литра уже в трех литрах он тоже все это плел надо бы пересаживать но я сейчас на на осень этого делать не буду он так пойдет у меня в зиму и их какому еще кстати выводу пришла по объему то есть я хотела наращивать постепенно и допустим добавить в следующем году например в 10 литров все гортензии но скорее всего я буду пересаживать абсолютно все свои гортензии в 15 литров то есть которые у меня идут как маточники вот то есть наглядно понятно какая разница у черенков и плюс ко всему себе я оставляла конечно же черенок который задохлик такой ну в принципе кто вот занимается продажей гортензии не только гортензии вообще любых растений прекрасно знают что ну кто честный продавец то хорошее растение подправляются и там продаются покупателям а себе оставляются задохлики поэтому вот так это краса лескова кстати у меня они пошли в рост укоренились не знаю как мы тут вроде кстати что-то похоже на то что мы одревесневаем но посмотрим может и успеем что-то мы схемничать конечно же слизней слизни вообще беда-то пожрали тут ладно перейдем к теме того какими способами мне больше нравится укоренять из на какой способ я перехожу полностью вот смотрите кстати вот одревесневшим черенком не пробовал в следующем году попробую вот точнее пробовал один раз самом самом начале у меня ничего не получилось все загнило вот но попробуем смотрите есть метод укоренения например почкой это как это когда например куда мы занесли осенью же близко на поковырять кстати summer love очень посынкуется сильно от видео он все он напускал как мне это я ничего не прищипывала все как есть как вот есть вот центральный предмет так идет ну ладно что значит почкой это когда вот здесь вот в пазухах просыпаться маленькая-маленькая почечка она чуть-чуть начинает идти в рост мы и убираем зачищаем вот такой малипусечкой мы устанавливаем в грунт там она укореняется то есть это время дополнительное и она то они укореняются не хорошо укореняются вот эти очереди очень маленькие вот а если говорить о укоренении черенком это когда уже вот у нас идет ствол да вот например вот давайте вот на зеленом покажу идет ствол вот мы например взяли вот тут на две почки еще взяли то есть это уже полноценный такой относительно большой черенок то есть мы не ждем вот таких вот малипусечек не высаживаем по развитию потом в дальнейшем как по мне все одинаково то есть и такие черенки и такие почки они друг друга догоняют вот потому что укореняешь черенком ты уже чуть позднее нежели укореняешь вот например почкой в моих условиях то есть у меня нет отапливаемой теплицы вот и я живу на северо-западе и вологодской области это тем более живущей на востоке вологодской области то очевидно что у меня холоднее и у меня еще в апреле месяце когда и в мае месяце но в мае это ни для кого не новое что у нас заморозки бывают но именно чтобы распустилась это все нужно время чтобы взять черенки допустим с почкой набрать да вот когда обрезаю что как получается что где-то только в середине апреля это можно сделать потому что у нас до этого все в снегу все лежит в снегу особенно не подойти вот как я в этом году делая в середине апреля где-то занесла в теплицу теплица у меня эти гортензии мои постояли начали просыпаться я вот их вернее почикала они потом начали просыпаться эти палки унесла домой то есть палки стояли дали почек я укоренила то есть вот так так я больше делать не хочу как я буду делать в следующий год все гортензии горшках напоминаю напоминаю все картинзии у меня живут горшках то есть я их никуда не прикапываю я ничего с ним не делаю я опять их составлю все в одно место в горшках весной когда у меня уже доступ к теплице так сказать откроется я занесу их они там начнут просыпаться быстрее чем это сделают они на улице вот и уже буду брать череночками то есть нормировать и все такое я уже буду после того как они не распустят листочки какие буду брать черенки либо вот такие то есть которые на две почки либо буду брать например на одну когда они начнут укореняться они пойдут постепенно в рост и я буду заглублять то есть вот например если я взяла на одну почку вот отсюда да вот например у меня ну давайте взяли мы верхушечный побег да вот до сюда например мы его срезали вот здесь у меня пошел пошел он в рост пошла вот это вот волосиночка в рост я нижние листики уберу и установлю в грунт то есть на одну почку я заглублю в случае если мало ли что-то где-то подмёрзнет то у меня будут почки замещения скажем так находиться вот это на собственном опыте я пришла то есть я больше не хочу знаете возиться вот с этими палочками понятное дело если бы мне нужно было продавать огромными количествами то возможно да я бы использовала все методы вот но здесь вот все-таки я придерживаюсь такого мнения что мне проще именно с большими черенками потому что планы немножко на следующий сезон у меня меняются вот расширить коллекцию хочется все равно ну и плюс ко всему вот когда ты укореняешь вот допустила так вот черенками все равно в течение какого-то промежутка времени начинает просыпаться где-то еще почечки где-то еще вылезает это все много гортензию нормируешь или нормируешь и добавляешь то есть все равно из куста еще берешь черенков вот поэтому вот в этом году и в том году понятное дело там было первые разы хотелось попробовать вот этими всеми палочками почеренковать почечками в этом году я специально проводила эксперимент конкретно для себя что стоит так не стоит да стоит почему нет один из способов вот но мне как-то проще именно черенком они уже начали просыпаться я посмотрела ага они мне уже все проснулись все пошли в рост и набрала себе черенков заодно сформировала черенков набрала пожалуйста укоренела то есть ну и начну даже вот если по времени если смотреть до почкой не почкой почкой все равно пока она начнет просыпаться пока она относительно подрастет это время это тоже время и к тому времени пока я начнут просыпаться в теплице у меня вот уже пойдет. Не знаю, может попробую как-то что-то такое соорудить, чтобы хотя бы ночами у меня теплица как-то оттапливалась. Может какие-то по типу буржуйчик или что-то по типу там в ведро свечечку ставить, чтобы она нагревалась или баклажки с водой. Ну, в общем, что-то чтобы в теплице все равно было тепло. Теплее, чем обычно. Вот. Ну что ж, дорогие друзья. У нас такая сегодня чудесная осенняя погода. Тепло. Ну, как тепло? Вроде и тепло, но все равно чувствуется, что уже осень. Знаете, это как-то зябко. Вот. Я вам в ковче. Ну что ж, дорогие друзья. Всем всего самого наилучшего. Удачи всем в черенковании. Всем пока-пока.